всем привет меня зовут евгений за покерными столами вы меня сможете увидеть под ником cvg я являюсь регулярным лимитов nl 50 и 0 100 холдема играя с винрейтом примерно 7 bb на 100 можно в холдем менеджере немножко обозреть результаты то есть 50 100 в основном играем данный момент в среднем с винрейтом всем блайндов это будет мое первое видео для портала пекарь стас поиграем сегодня snap на восьмерках для меня это будет немножко непривычный формат потому что я быстрые столы играл последний раз очень давно в основном привык играть за регулярными столами операция на статистику так скажем подбирать себе самому игру давайте пробуем сегодня snap поиграть до этого я его играл в принципе поле могу сказать очень приятные на восьмерках в снапе чего я от него очень не ожидал что же давайте выставим красивенько столики и поедем блайнды я перевожу с помощью кэпшена то есть максимально удобно даму валет открываем столы смотрю не полные слишком много входов видимо у кого-то регуляров значит немало можно отметить пишем данного клиента 349 можно ставить скандбет смело пулпота чекать стерн и пытаться дублифовывать ривер если захотим мы получаем рейс поле на восьмерках такое пассивное я бы сказал очень не любящие блефовать не фиши не регуляры то есть кто играет здесь я думаю в курсе того что данное поле нужно побеждать именно в этом мире и заметь нежели колами поэтому будем сегодня стараться адаптироваться от поле король 8 стандартная защита была коллируем флоп туз 3 я не открываю ссб но так как эти ребята здесь и перефалживают при флоп и в принципе не особо то любит доблефовать и блефовать я не думаю что у нас какие-то либо проблемы могут возникнуть с розыгрышем туз 3 чтобы их было неприбыльно открывать просто чекалируем доска нашего оппонента нет никаких сильных рук с король 8 мы можем еще и добрать я думаю полкода будет вполне себе мог блефовать словить какую-нибудь даму и сейчас нас еще отколирует туз 3 после кола следующий байчик чектерн был забыл немножечко можно попытаться про вылью бетить что-нибудь может даже оплатит шо 98 за изолируем тоже отметим оппонента слабым посмотрим как он себя вести будет в дальнейшем 468 доска довольно таки интересная у баттона есть в диапазоне не знаю как именно он коллирует от двоих троек и четверок но точно у него есть шестерки и семерки девятки есть хотя мы их блокируем отчасти я бы поставил поплотнее из-за того что бб в принципе очень прозрачный диапазон то есть он либо хорошо попал либо нет а ну и похит и само собой а с фишаном нужно добирать уже сейчас его агатшотов каких-то слабых рук 98 стилем я играю ссб рейс стратегию не использую лимб стратегию считаю пока из личным тратить на это силы то есть рейк большой на сотке оппоненты выбрасывают все еще очень много чтобы было чтобы имело смысл ее использовать то есть там против оппонентов которые 35 процентов всего лишь выбрасывают против стил ссб против таких оппонентов уже можно использовать стратегию с лимбом но большинство поля принципе я не исключение я выбрасываю порядка 40 процентов против таких цифр можно просто рейзом играть причем не каких-то там стандартных сорок там пять сорок шесть процентов а даже больше то есть немножко понаглеть можно себе позволять 50 плюс стилить до каких-нибудь процентов 60 король дома 6 до муалет мы можем вполне себе чек-колом играть рука неуязвимая туза мы особо не боимся ничего не боимся кикер у нас хороший позволит в этой ситуации можно играть третью пота блокбетится так скажем полдить на дальнейший экшен чек коллировать не хочется люди не умеют блефовать такие текстуры можно даже собрали чего-то не умеют до блефовать то есть не вот очень много готового выведем реплеер очень много готовых рук типа 10x валет x но в принципе все что он там мог в полу блеф выставлять на флопе король x запросто со всего этого можем пособирать потому что на то будет все человек бихайна блефовать не будет но тут в принципе блефов там не особо по сквизим туз даму разные калируем была бы мастевая можно было бы за трибетить интересная карта что он мог чекать behind сайдинг выбираем само собой плотный здесь у нас много допиров вполне себе мог к x почекать хотя и не так что часто будет но в целом я думаю оправданно будет поставить поплотнее тем более что у нас просто самый что ни на есть топ диапазон насчет у вербетов не знаю но думаю сайдинг вполне оправданный ставим combat я в основном играю через полпота на большинстве текстур думаю переучиваться ставить на некоторых текстурах побольше где это оправдано будем еще все изучать тут почекали будем добирать с терна поплотнее раздачи предлагаю вам обсуждать в комментариях то есть обращайте внимание может заметочку какую-нибудь оставляете пишите в комментарии обсудим что вам понравилось может вопрос какие есть будем дискуссии устраивать на все вопросы отвечу на что буду знать ответы что не знать будем выяснять как правильно будем работать так скажем вместе над игрой из ранних позиций я предпочитаю более дефенд стратегию то есть от чека играть больше но здесь мне не очень нравится коллировать без крести этот гатшот поэтому я предпочитаю его поставить очагом сыграть что-нибудь скрести ну я думаю вполне можно сдаваться в принципе я придерживаюсь третий с низким комбетом из ранних из епэ из мп что если баттон грамотный оппонент он в принципе будет нас опережать по эквити уже с при флопа на многих флопах я предпочел до блефовать здесь мы блокируем кита туз 10 дома король не знаю насколько это важно в данном случае но как-то слабо слабо будет просто отдавать банк ему причем если вы заметили это ужасный кол от него был на при флопе туз 10 разные это очень плохо ему виднее так туз даму можно поколировать я бы предпочел потребитель в принципе когда нет никого интересного на блайндах я бы предпочел иметь просто диполярный диапазон три бета без кола потому что под каких-нибудь ребят можно и поколоть долго думает парень явно сложные решения первый раз покер играем у нас все легко туз даму разными запросто выбрасываем на таком борде я бы в принципе предпочел поставить пол потом это будет играться легко можно и почекать я не думаю что здесь принципиально важно то есть будем сплитить эту руку вполне возможно ее можно ввести всю в чек об этом давать больше десяток без шоу-даун велью это в принципе резонно будет тоже по вашему желанию как вы видите король 10 защищаемся 246 текстура наша намного больше карт двоечек четверочек но король 10 мы вынуждены выбрасывать у нас есть руки получше в диапазоне выходить из него смысла нет можно только обращать внимание вот он поставил 3 потом как он играет другие сайлинги то есть как он бы эту доску отыграл в след следующий раз но то есть не получится у нас на него набрать каких-то рук сэмплов из-за того что я здесь не играю с нам то есть я на восьмерках когда играем больше предпочитаю обычные столы со статистикой родные где можно поопираться здесь будем ставить полпота без позиции то есть сразу уменьшать и спр оппонента в принципе диапазоне гатшоты будут уезды у него закрылась на 76 если он его коллировал колликсов немало дальше можно ставить что-то в районе немножко больше 1 2 и в принципе пушить ривер сами отлично стоит стоим то есть туз короля него в диапазоне нет чтобы мы блокировали его то есть я бы даже сказал лучше чем с дамами проставлять потому что у него будет король дома в диапазоне который он просто не может никак выбросить так что думаю вполне себе будет играть бет-бет-бет можно было сыграть бетчик пуш как вам уже нравится оппоненты тут все незнакомые данный клиент из ирландии знаем что британцы и ирландцы это особенные каста людей в покере так что попробуем с флопа что-то с него пособирать идеальный 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 просто идеальный если у него дома я предлагаю или флешдрой или гатшот я не думаю что он выбросит поэтому предлагаю оставить поплотнее насчет овербета не знаю вполне себе оправданно бы было думаю я люблю овербеты поставить но обычно овербеты ставлю когда какая-то статистика есть там знаю что оппонент не выбрать отлично то что я не выберу него диапазонных кусок ну и ривер тоже поплотнее дам он редко выбрасывать будет валет x мы еще и стек зарубиться можем мы большинство валетов старше 86 не калируем были бы в позиции можно было задуматься если бы сайзинг небольшой был без пазы будем выбрасывать так 10 5 на такой сайз можно можно потащить на три с половиной даже на 3 иногда можно туз 4 не колоть так что смело выбрасываем ничего в этом нет так монотонный борт но топ-пару мы однозначно защищаем интересный терн оппонент не можно в принципе поверодавливать здесь интересненько что мы будем делать поставим в него плотно по идее у нас не может быть а x особо потому что мы а x крестовый рейзим флоп но я не знаю понимает он это или нет но мы также можем в принципе и даму и короля плотно проставлять думаю нам имеет смысл выебивать человека потому что люди очень слабо защищаются на 4 flash ну 5 flash не знаю на на 4 flash точно слабо защищается и можете смело смело наглеть на таких текстурах особенно в таких широких диапазонах как батон sb тут 7 этот человек это не тот фиш случай против которого мы ставили даун самый ирландец не факт что фиш но парень из ирландии предлагаю подколоть наша рука принципе идеально подходит для мультипота у нас нацию потенциал который доминацию не попадет наш какую-то тупору поле с которой сейчас очень страшно туз 3 выбрасываем нужно уметь не переигрывать такие руки это очень важно хочется чекнуть behind но еще больше хочется поставить очень маленькую ставку давайте посмотрим что из этого выйдет терн будем чекать если нам дадут сделать насчет блевки чревера не знаю не хотелось давать людям с кармашками там с их семерками восьмерками двойками тройками реализовывать equity ужасно просто было шансы какие 47 процента что они славят свою карту ну вот плюс минус 10 процентов лишних теряем добирать нам особо нечего только skyx а какого-то король валет король дама с тузами всеми делим нарваться на чекрейс знаю но можно попробовать skyx а добрать не думаю что у нас будет коллировать правда но попробовать стоит на блефы отмороженные тоже я не думаю что мы тут часто напарываться будем хорошо получили рейс прекрасно заполним эту ситуацию попробуем как-нибудь почекать behind против него еще с чем-нибудь сильным поставить стану спорный был момент можете отписать как бы вы его отыгрывали чекари бы чаще или пытались собрать чего-нибудь точно мы смотрелись очень слабо то есть если оппонент грамотный он мог просто так нас перекрутить чем-нибудь так что вполне резонно было чекнуть behind а не жадничать тут третью по то проставим можно было принципе почекать дать человеку поставить чего-нибудь выдумал бы чем-нибудь интересненького но в принципе треть потом три четверть фото в четыре банках знаете стандартно так с 8 раздадут здесь интересно против котов и будем требовать лично основном в районе 10x вернее 10 блайндов выбираю сайзинг против предпримерно трех тут туз 4 просто подкалируем 38 валет в принципе можем весь диапазон третью проставлять так и сделаем здесь просто выбросим валет на этой карте мы должны приостановиться то есть наш мир пары значительно утратили в силе наша такая основная боевая мощь у оппонента наоборот очень много колов по валет x как туз валет король валет дамы валет валет 10 так распал терн просто колом играем и ривер я думаю будем будем сдаваться не любят здесь люди блефовать я думаю мог так десятки день девятки еще пытаться повылью бетить и я якобы блок бетится но дальше обычные люди просто чекают behind в принципе у него здесь есть гатшоты везде по 10 9 дома 10 есть который он коллировал то есть принципе блефов у него хватает нам только не хватает информации пассивный это игрок или агрессивный сложно очень сложно с статистикой легкое решение вы было я предпочту выбросить опять-таки из-за поля на восьмерках кто играл я думаю меня прекрасно понимает что здесь такие и фиши в целом в основном более пассивные такие телефонистые и регуляры больше вот к этой части относятся тузы будем просто колом играть будем весь диапазон в принципе колом играть против ранний приятных сайзинг человека особенно когда у тебя тузы надеюсь он там не валет и 4 бетил просто колом играем ничего не выдумываем удаем ему про блефоваться если он блефуется короли ставит на прекрасно туз валет шикарно умница хороший 4 бет наказан с такой нельзя обращать сердечко прям зарадовалась когда так и люди играют покер жив живее всех живых регуляры даже ерунду вытворяют король даму будем три бетить стандарт это этот же человек я правильно помню да банк сильно оборвался оборвался ну ладно дальше против фиша 10 9 очень хочется зайти я если честно не знаю не лучше рука ну ладно против только потому что против рыбки колом сыграем пусть ставит свои over card если не over card и ладно опять-таки кол ничего не выдумываем чекаем теперь мы даже будем посильнее каких-то over пар и предлагаю что здесь сделать если у него в валет и окей он их никогда в жизни не выбросит если у него 10 посильнее но бог с ним то есть я за пуш с блефов мы уже и так собрали полностью скорее всего он бы over пары не ставил так мелко но вы сами знаете фиши разные есть есть которые по одному блайнду там пытаются собрать денег так что вполне вероятно хорошие отцы заходим что мы видим валет валет два раз флэш дро я предлагаю поставить полбанка против флэш дро и покетов тут в жизни никто их не выбросит чеками свои sd ох какая ужасная карта что мы будем делать я думаю ставим дальше против каких-нибудь бубен который у него есть диапазоне нужно добирать образовавшихся флэш дро просто колом будем играть получим пуш будет конечно супер неприятно как и рейс собственным парень из 8 8 клуба но честно фалдить я не намерен особо поэтому поэтому будем смотреть шоу да он надеюсь не на флэш 10 10 не на флэш отлично всякие и планировали ну вот что и говорил то есть посмотрели на рейс это очень сильная рука если честно здесь я тоже выбрасывать не хочу он господи хочу выбрасывать потому что флэшей у него мало то есть король валет придумайте еще раз что-нибудь только король x и валет x это уже очень слабо предлагаю просто запихнуть если танк какой-то король крестованного поколирует обязательно это грех просто сбрасывать флэш-дро когда столько денег запихнул в банк ну и допер само собой он там сет ничего из этого не скинет хотя и понимает что мы тут можем флэш запихивать или стрит но это его проблема он сам уже поставил лишнего предлагаю здесь поставить пол пота почекать какие приятные люди метим агрессивным и выбрасываем что осознал он ошибку свою или нет вот интересно осознал исправился отлично молодец ты какой хорошо 10 2 обычно не открываю но в принципе на восьмерках я думаю не супер большой ошибки будет по пошире стилить бб против был мне кажется плохо защищают ребята мало того что пассивные так еще не особо то и лузовые особенно лимитах ниже я когда еще здесь играл люди играли там чуть ли не 20 на 15 и все в этом духе так что если играете стулы со статистикой подмечайте это на стилах делаются большие деньги причем очень легкие если не вытворять ничего сверхестественного дальше на улицах сделали стил сделали плюсовые действия отлично дальше смотрите по ситуации потому что вы и так играете после против сильного диапазона мне не нравится сайзинг на такой сайзинг я не не обязан этот габ защищать поэтому легкий фолд делаем хорошо хотелось бы вам сообщить что портал и креста с предоставляет рейкбэк дополнительный то есть знаете можно зарегистрироваться и креста если вы набиваете больше 300 долларов рейка можете запросить у пекаря дополнительный рейкбэк по про сделки дополнительную информацию узнавайте или в скайпе у него или на пекарь точка ком на портале что минутка рекламы закончилась перейдем к игре кстати поводу бонусов могу вам рассказать то что на восьмерках они как бы кто помнит о рейкбэке то есть такая немножко архаичная вещь уже но на на восьмерках есть я вот буквально на днях вводил бонус коды от них или как-то называется то есть промо коды да то есть там за депозитил условных 500 долларов и далее 50 долларов на отыгрыш причем у 88 довольно таки забавная система именно с этими бонусами вы депозитите они вам начисляют бонус там вы 50 долларов и вы можете пойти в турнир на них зарегистрироваться то есть это не как какой-то там релодник а вам реально начислят деньги на которые вы можете пойти на стол прям играть там свои кровные 500 вывести а на 50 еще пойти поиграть по полу доманить лимит выше вашего то есть вот в этом духе 78 стоило поставить заговорился а сейчас уже что делать на девятку не интересно давайте давайте выбросим ладно то есть там можно два раза в месяц использовать этот про промокод он звучит покер бонус кому интересно когда видео публикуется на сайте надеюсь он еще будет действовать отпишите в комментариях я если будет интересно расскажу поподробнее то есть вам можно в два разных дня два раза в месяц использовать будет вам 100 долларов рейкбэком ставим дальше ставим плотно у нас дамы посильнее есть туз дамы которые оппонента нет король дамы которые у него может быть в принципе нет что можем себе позволить от пол потану 3 4 я думаю запросто какой вам формат видео дальше могу предложить еще поиграем минуток 10-15 поставлю видео на паузу найду какую-нибудь интересную раздачку разберу ее симпле и посмотрим на нее через призму симпла над игрой работы в основном симпл постфлоп то есть покажу немножечко как это делаю кому интересно посмотрим подгоним рейндж оппоненты все в этом духе смотрим на готовостную роту 445 доска наша хорошо оппонент чекает десятка то есть он чекал у него скорее всего будет там туз десятка либо вообще какой-то трэш мусор думаю можем запросто чекнуть половить его блефы то есть будет вполне себе нормально хочется потреблять и хочется поколоть но этот каратыш жизни не даст честно не знаю не знаю что будет верным ладно колл сыграем выбрасывать я против него не собираюсь 10 10 10 в 10 бэкдорный флэш-дро доехал дама доехала мы не рейзли тёрн здесь мы выиграли то что говорит о том что у нас поменьше 4x будет в принципе сильных ну и по классике жанра люди не особо то любят блефовать в отличие от меня крупными ставками но я все равно закол векторный флэш но в принципе вполне эти резонно здесь туз валет чекать душу дауна рука в принципе сильная так что можно на него нотик написать то что он жадничает и больше таких колов не делать но когда-то телефон это сделать сложно так 5 8 9 доска оппонента он посильнее нас будет у него пятерки восьмерки девятки у нас всего этого нет хотя есть over пары надеюсь у нас не будет перекручивать что я предлагаю предлагаю поставить либо пол пота либо почекать можно даже давайте лучше поставим нам про проще реализовываться будет надеюсь он не станет нас крутить на мусоре всяком чисто из-за того что из-за того что он понимает то что здесь посильнее то что мне временами нравится людям сказки порассказывать десятка карта в принципе шикарную можно нагло начать ставить якобы мы не понимаем что что мы делаем потому что оппонента очень сильный диапазон на этой доске валет он здесь никогда не выбрасывает все остальное у него очень сильно похоже на сыты и овер пары то есть можно я думаю в этой ситуации понаглеть и сразу нагло подбирать с него 35 это фиш у меня желтый имеет отмечены и фиши такие агрессивные лимпом сыграем шалим фолд что этого парня будем выбирать линии такие которые будут давать ему права блефовать то есть больше человека будем играть чтобы он показал на что он способен в принципе вам рекомендую фишей метить несколькими метками то есть градировать их не просто метить там фиш не фиш плохой фиш а именно по пассивности интересный сайзинг у нас как бы гадшот но быть честным я не горю желанием этот бред коллировать кстати сайзинг неплохой потому что на этой доске кстати вот одна из досок где он имеет право это делать вот он сильный перевес по эквити но я думаю он все равно жадина поэтому не стоит перекалывать вот еще я вам советую маркировать так чтобы вы могли с префлопа начинать под них подстраиваться выбирать линию сайзинг то есть чтобы вас не уходило лишнее время на на статистику которой вы пользуетесь или на прочтение нотсов то есть старайтесь визуальную составляющую добавлять подчекаем здесь здесь в принципе король 10 и флоп чекать можно было рука очень сильная на кол я думаю да флоп чекать лучше бы было бет сыграли я думаю мы можем сыграть еще один бет небольшой в пол пота чтобы ахай повышевать к х и который коллировал будет вполне резонно это сделать наши дома хай так выбрасываем нам нужно срочно под с этим клиентом организовать по метке он выглядит веселым можно немножечко поле подразметить это что-то похожее на регуляра с браком мы еще не играли да он тоже по стеку похож на регуляра ну как я вижу тут сейчас два фиша на наш snap в принципе уже не очень то и сладкое поле понемножечку закругляться минут 5-10 идем в симпли покопаемся с какой-нибудь раздачкой рейс я не вижу смысла особо продолжаете да у него здесь очень много как от шотов то есть тут сами видите 7 8 9 8 туз 2 туз 5 но у нас всего лишь две 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 голые карты думаю можно руку посолить не найти хотя бы гатшот какой-нибудь взять хотя бы с бэкдором там руки но это очень слабо будет что выбросим не пожадничаем чек-чек жадненький сайзинг не уверен что нам нужно это коллировать если честно если не ошибаюсь симпл такое даже выбрасывает но я пока не готов очень плохо что туз на доске у него их довольно таки много но это чистая жадность у меня этот человек помечен пассивным так что выбросим flow очекаем черн тоже мы в принципе можем спокойно до шоу дауна чекать сильная рука по скорости его чеков можно было догадаться что там покет тоже обращайте внимание на такие моменты потому что люди склонны много информации выдавать и мы в даму вполне себе могли странно плеер работает мой 0 9 выбросил в даму мы вполне себе могли ему по изображать по изображать эту даму то есть у нас туз дама есть в чеке какая-нибудь король дама вполне может быть в чеке пятерки просто чекаем сильная рука нам не зачем им ставить мы или мы с ней не соберем до шоу дауна доберемся вполне себе нормально я хочу это сколлировать честно дважды люди не очень любят блефовать как что-то он проставляет лоб люди тоже не любят особо equity к какой-то чеками behind остался вопрос если нам смысл коллировать могли он что-то не поставить на этом флопе думаю не мог обычно р на таких флопах проставляется чекаются именно какие-то а-ля 9x руки возможно какие-то сильные ахаи так что возможно стоило еще стерна выбросить но это слишком слабо смотрелось 229 просто калируем вижу большого смысла разгонять банк король интересно узнать будет ли он ставить попадание в короля если да мы можем у чекрейс прописать но мы этого наверняка не знаем поэтому просто проставим плотно ривер короля он здесь никогда в жизни не выбросит но может временами и не проставить его восьмерки просто шикарный можно его будет отметить как-нибудь предлагаю здесь чек флоп флоп можно поставить было можно почекать не супер принципиально но можно больше в бета уходить чисто из-за того что принципе неплохой эквити неплохой в полдэквити предлагаю чекнуть я не думаю что у него здесь много пик будет я бы на его месте проставлял пики плохо правда что она вышла мы возможно немножечко потеряли в вэлью здесь чек играем но в целом я бы еще даже попытался до добрать в данном случае очень сумбурная раздача вышла на секундочку замечтался задумался дальше чекаем оппонента диапазон усилился легкий колл что мы видим колл флоп колл дальше мы вернее черный терн колл дальше посмотрим что он изображать будет пришел не блефовать 10 9 годшот благодарный flash draw калируем есть д поехала отлично еще одну про протянем сайзинг не самый приятный что мы можем сказать о текстуре у нас шестерки есть которые мы в принципе отчасти рейзинг оппонент смотрится посильнее на этом бороде то есть у него туз короли ох какой жаден туз короли есть которых у нас но в принципе тоже есть на части мы можем в принципе в позе мы их колем давайте выведем реплеером чтобы банк не тратить сложно обосновать его push то есть да диапазон него смотрится посильнее потому что как а мы 4 бет уводим в целом мы не сильно с лобеева смотримся чтобы он мог такой сайзинг себе позволять на ривере очень очень странно смотрится ну ладно вот в принципе можно этот спот и посмотреть в симпле будет мне кажется отличная раздача насколько на школ по терну оправдан тем более дип стеки не часто дип стеки разбираешь я думаю будет интересная раздачка давайте в принципе наверное доигрывать до блайндов здесь байт ним все-таки я и стараюсь от чека больше отыгрывать и можно еще раз бетнуть до блайнда до доиграем разберу раздачу и продолжу запись король дама это полуфишной оппонент небольшим сазином его заизолируем надеюсь у нас ничего не прилетит интересно я бы предпочел тут либо треть пота либо чек потому что мы в принципе впереди его эйра стандартный combat поставим треть нам будет легче реализовываться дальше то есть мы можем терн про про чекать и знаете что я бы поставил еще треть чекнул behind river возможно он нам даст нет не даст думал нам даст собрать его under пар ну как вы знаете я не фанат делать колы в восьмерках так что даже на такой плоскач я предпочту выбросить можно было не ставить терн сыграть чек и и блефы отлавливать но тоже то есть как я и говорил люди здесь не очень любят блефовать поэтому нужно стараться играть линии которые будут нацелены на собирание value прямо здесь и сейчас дро и каких-то там слабых там вторых третьих пар топ пар слабых ну стараться больше бетом отыгрывать хорошо тогда давайте эту раздачу посмотрим в симпле я также ее в дипстэках загружу или может в обычных стеках дать наверное в обычных стеках и и загружу чтобы более ходовой вариант был использовать буду свои диапазоны которые я использую то есть за оппоненты из-за себя свои диапазоны загружу прочитаю ее изначально как готов рекомендует играть и сделаю одну симуляцию с флоп стратегией то есть исправленной как бы ее там не знаю я играл или какой-нибудь в принципе обычный человек то есть немножечко адаптируем все оставлю на паузу я для вас через секунду вернусь хорошо я снова с вами вот раздача вот немножечко солвера нашего любимого что у нас в раздаче было нас ссб за три бетели когда мы открылись на и п дальше мы сыграли кол на флопе с нашим гатшотом потом колна тернис везде и выбросили на 3x push ривера я рассчитал более стандартную ситуацию этого спада то есть когда мы открываемся в 225 у нас летит приятный 3 бет 10 блайндов то есть эффективные стойки у нас если брать по 100 блайндов обычной стойки то есть более типичную ситуацию разберем немножко больше пользы мне будет чем ты супер редкие ситуации где 200 в стеке ранее против еще тем более тут 3б это очень мелкий чем супер русской спад не люблю именно в такие степи уходить вот есть у нас main под будет 21 блайнд с учетом bb диапазон я задавал примерно вот такие то есть это диапазон 3 битара немножечко тут тузов мастевых я в принципе ты либо еще больше то есть не брезгую и там туз-7 туз-8 туз-6 туз-9 потреблять эти мастевые но зададим такой диапазон там с расчетом что оппонент попассивнее я думаю мог и без вот этих тузов быть ну ладно оставим и примерно вот такой диапазон защиты передумали то есть вот шестерочек будем колить можно даже шестерки не колоть и думаю и семерки туз-дама разномастные тоже по желанию но мы в позиции в принципе можно и подколоть тут вроде бы стандартно туз король подкалываем дамы с 4 бет уведем только вот эту часть но тут тоже все по вашему желанию как вы стратегию выстраиваете долгое время против 3 бетов с еппп когда на и пмп играл против 3 бетов как котов и баттона весь диапазон колом играл ну именно без 4 бета то есть то что нужно подколоть было то подкалывал там часть выбрасывал ну хорошо то есть диапазоны задали я рассчитал что нам предлагает солвер посмотрим просто такую сухую математику солвера потом если время останется немножко подкорректируем на более человеческую игру ценам предлагает не чекать там 11 процентов можно опускать предлагает ставить либо третью либо полпота я придерживаюсь такой позиции что без пазы лучше немножечко уменьшать спр сразу в полпота пи перейдем с темы на нашей с нашей стороны с еппп должны защищать следующие то есть десятки минус выбрасываем десятки логично почему то есть оппоненту сдану блефует мы доезжаем в наш любимый сет десяток и отдаем стек стриту то есть дальше руки как восьмерки девятки и семерки поприятнее будут но они тоже в таком мелком процентаже коллируется то есть там уже сами смотрите по оппоненту можно в принципе либо выбрасывать все либо немножко коллировать это не принципиально что спот очень узкий там факторы разные играют сами посмотрите уже что сподвигнет заколлировать либо выбросить flash draw backdoor само собой коллируется то есть как в нашем случае был новый бэкдор мы всегда тащим флоп ну и без бэкдора то есть вот видим пиковые и крестовые можем подфалшивать хорошо что у нас еще интересного туз 10 примерно как и туз и 9 10 ну и вот туз дама хотя она и посимпатичнее выглядит но из-за того что нету бэкдоров я так понимаю мы героем потому что вот стузом с дамой с червушкой все тащится червовый бэкдор нашей дополнительной equity то что нужно хорошо терн 7 крести было давайте посмотрим что предложит solver предлагает в пол пота играть 60 процентов диапазона давайте посмотрим что нам скажет если мы зададим треть фото будет ли ему интересно меньше ставить банка принципе есть какой-то смысл это если честно очень сложно я бы останавливался где-то на пол пота и играл бы от пол пота дальше терн вполне себе проставлять дальше пузыка на вэлью со стороны sb с валет и десятки интересный момент что он с ними делает то есть что мы калируем такого чтобы он мог десятки проставлять так понимаю он уже блефует с ними потому что у нас все будет посильнее чем десятки данных в блеф при превращает интересно данные руки не особо стремится блефовать еще только flash draw ставит все остальное чек полдом играет дальше катшон до блефовывает черн проставляет все еще болит x хотя стуз с червой вот бы это играть свой 36 процентов видимо там чекол либо не знаю насчет чек пуши кстати интересно если у нас чек если сб если вернее еб вставит что он делает часть пушит они отчасти коллет и разный без без флэш драконит ну в принципе нерезонно вполне человеческая стратегия так скажем про остановки я бы наверное стал десятки только блефовать и дамы там как-то быть чеком бы больше играл чек калирова убливки чел что-то в этом духе то есть в принципе в принципе неплохо что мы как коллеры должны делать у нас 910 какой sd и едет само собой калирую часть даже резится что у нас там может резится комбо дро можно прям запихивать не стесняясь король валет запихивается но и сыты дамы полдимы были в течи чем дальше по королям и даже по туз валету можем были в течи интересно хорошо то есть я бы на терне уже начал задумываться как бы открыть это все дело давайте чисто такой сухой расчет еще ривера по посмотрим как тут выбирает руки solver что кому-нибудь поможет это делом хорошо дальше нагло бы этот бы отыграет тузы королева лет и подмиксовывать все это дело он туз 10 туз 5 не все червовые до блефовывает но без бэкдоров блефует то есть абсолютно все так как туз блочится блочится туз король к которым мы блеф кечем верно да туз король плочится то есть туз мы со своей стороны можем выбрасывать валет 10 но обязаны коллировать по туз валету ну быть честным я бы не сказал что люди очень сильно переагривают этот спот я бы очень осторожно блеф кечел в этой ситуации там очень-очень осторожно очень по оппоненту туз король мы само собой не выбрасываем но вот король дамы нужно перезадуматься ну само собой как и туз валет принципе легкие колы если вы знаете против кого вы это делаете если оппонент способен но в целом то есть против нет овак всяких всяких нужно быть поосторожнее хорошо что можно интересно сделать у нас еще принципе минуток пять есть это прикроем можно посмотреть как изменится диапазон нашего кола на флопе если мы оппоненту зададим сайзинг пол фото и скажем что он не будет у нас что у нас такой прямо линейный и там будет условно ставить годшоты всякие средние вэлью будет в основном чекать там каких-нибудь 25 процентов зададим что он проставляет зададим то что он никогда не ставит без бэкдора руку с бэкдором или флэш дро всегда ставит якобы он у нас блефует но в принципе такой а-ля прям прямо линейный оппонент который у нас все вэлью поставит немножечко иногда поставит десяточки дам всегда блефанет со своим гатшотом на флопе ну и якпите поставит бэкдор на и флэш дро тузы ведь давайте посчитаем как мы будем защищаться как сильно мы будем флоп оверфолдить против оппонента с такой стыротегии то есть вы должны это подмечать каких-либо линиях там чек 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 чеков до шоу дауна что человек там не блефовал какую-то руку которую там или солвер или вы бы проблефовали смотреть на пассивность оппонента подмечайте где он играет или сверх агрессивный или сверх пассивные подстраивайтесь потому что там есть довольно таки забавные моменты когда вас фиши донкают условно под бетом в трибет поте на флопе и довольно таки интересная стратегия вы зачастую должны если они там вэлью донкают вы зачастую должны против них играть фолты или пуш только и очень много интересного можно найти если покопаться в солвере давайте посмотрим что он предложит сделать против такой стратегии оппонента так хорошо готово фолдим мы пятьдесят пять процентов то есть если оппонент так прямолинейно ставит вот как все очень интересно мы не стесняясь дамы роем валет десять туз валет коллируем из-за дополнительного риквити то есть у нас вместо двух аутов пять на дополнительную картинку немножко король дамы роется если честно даже в растерянности почему мы роем король даму потому что он ее не ставит и или нет если у вас есть какие-то догадки пишите возможно потому что мы блочим его блефы под уздами ну как как вариант то есть дамы у него по большому счету только только в этой комбе то есть тут ее совсем немножко и по сути нам блефкетч блефкетч нам даже туз валет будет поприятнее как я вижу блефкетч потому что мы блочим тузы туз король то есть не блочим как раз таки самую эту даму x именно но в принципе вполне вполне резонно туз дамы отчасти фалдится тут тоже только допа эквити колется с флешдробы к даром ну то есть я думаю вы оценили эту ситуацию у нас фолд увеличился на 22 процента у кого есть симпл или кто хочет приобрести его рекомендую можно очень много интересного для себя найти главное копаться таким образом что мы имеем давайте проклацаем до шоудауна терна симплевскую стратегию просто посмотрим уже особо нет времени и дальше value ставит вот так value ставит тузы короли валеты немножечко немножечко чекает средний value 10 десятки так понимая это он блеф все-таки превращает у нас даже туз король не выливать это мы откалываем туз короля туз валетом можно пренебречь все туз король и откалировать эти уже фишечки simple это такое что ж надеюсь вам было интересно познавательно оставляйте свои комментарии и отзывы по игре может какие-нибудь пожелания у вас есть для следующего видео буду рад обратной связи обсудим отвечу на вопросы ваши не стесняйтесь задавайте хотел бы вас просить у меня есть возможность записать для вас курс который будет с simple по словам связан то есть гтошный обзор программы небольшой такое знакомство в общем курс знакомства с программой кто хотел бы начать в ней работать но так скажем у страха глаза велики то есть то хотел бы ее освоить но по определенным причинам этого еще не делает я бы записал вводный курс в программе и показал бы так скажем пошагово как ей пользоваться так чтобы извлекать для себя пользу так что если вам интересно оставляйте к комментарии в принципе чтобы вам интересно еще было что записать чем поделиться что вам рассказать спасибо за внимание с вами был евгений для пекарь стас . ком до скорого